В нашем регионе, как и по всей стране, продолжает набирать темпы вакцинации от COVID-19. Особенно хорошо это почувствовали на себе медики поликлиники номер 2 областного центра. Поток желающих привиться постоянно растет, особенно по выходным. Вот такую картину в поликлинике номер 2 можно наблюдать ежедневно. Вакцинация идет даже по выходным. Например, в одно из воскресенья пришло аж 130 желающих. В процессе участвуют около десятка медиков, которые работают в двух кабинетах. В одном вводят первый компонент прививки, а в другом второй. Принимают всех, вне зависимости от того, где человек проживает. В последнее время отмечается тенденция, что стали больше обращаться молодые прививаться. Если они раньше боялись прививаться, то сейчас процент молодых увеличился. Кроме того, мы прививаем пациентов маломобильных на дому. Для этого тоже создана мобильная бригада, которая выезжает. Привиться можно как по предварительной записи, так и без нее. Главное иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. По словам Зои Масленниковой, в наличии имеются абсолютно все вакцины. В том числе Эпивак и Ковивак. Однако самые популярные все-таки спутники. Ви и Лайт. Медики объясняют это тем, что они наиболее изучены. И у всех на слуху. Отдельно Зоя Масленникова остановилась на осложнениях, о которых так любят судачить антипрививочники. Мы еженедельно ведем статистику заболевших среди привитых. Я хочу сказать, что заболевших среди привитых очень мало. И в основном, если заболевают, то это в основном с проявлениями ОРВИ. С проявлениями пневмонии таких пациентов очень мало. А если они есть, то они протекают легко с маленьким процентом поражения. А еще сотрудники второй поликлиники отмечают, что желающих привиться они ждут даже во время новогодних каникул. Исключение составит 31 декабря, а также 1 и 7 января. Все-таки врачам хочется иногда подержать в руке не шприц с вакциной, а бокал с шампанским.